МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первые годы советской власти женщины заняли доминирующие позиции в педагогике, потому что советская власть объявила о всеобщей ликвидации безграмотности. Учить надо было всех, учить было некому. Поэтому открывали педагогические курсы для женщин. Мужчины были заняты войной, строительством нового социалистического государства. С тех самых пор женщин-педагогов в школах большинство. Хотя после Второй мировой войны мужчины, вернувшиеся с фронта, тоже активно шли в педагогику. Тогда и статус, и зарплаты учителей были достойными. Мы знаем, что учительство наше не может похвастаться высокими заработными платами. И, как правило, мужчины уходят в другие профессии, хотя они, конечно, тоже есть. В странах, где социальный статус учителя высок, в Швейцарии, в Японии до 90% педагогов – это мужчины. Сегодня среди студентов педвузов, конечно, больше девушек. Женскими традиционно считаются факультеты дошкольной и начального образования. Больше молодых людей учатся на историческом, физическом, правовом. Но не все юноши становятся педагогами в школах, уходят в науку, делают карьеру. А ведь школа – это микромодель социума. Поэтому в педагогике необходим гендерный баланс. Женщина, прежде всего, научит любви, душевности, эмпатии, эмоциональности мужчины, логики, разуму. Причем это взгляд на жизнь, умение решать житейские ситуации, использовать разные модели поведения, и мужскую, и женскую. Мне кажется, этому дети должны учиться.